Перед началом ролика я очень прошу вас написать комментарий, поставить лайк и подписаться на наш канал Вести Германии. Светофоры и наши политики настолько на исходе, что даже журналист Гатшальк, телеканалы ARD и ZDF начали смеяться над Хабиком и компанией Шольца. Они говорят о банановых министрах, таких как Хабик, Бербак и о самой глупой энергетической политике в мире. Хабик действительно полностью разрушил все, мы в этом видео обсудим все детали и покажем, как светофорное правительство разрушает нашу страну. И как ранее я уже показывал на примере той же Норвегии, весь мир смеется над нашей глупой политикой. За границей, похоже, смотрят на разрушительные действия светофоров с критикой, и сами наши политики регулярно подвергаются критике. В самой Германии и внутри страны, СМИ довольно сдержанно относятся к этому, и пытаются как-то приукрасить работу коалиционного правительства Шольца. Прежде всего личности общественной жизни, такие как актеры, репортеры, бизнесмены и так далее, все довольно осторожны. Они прекрасно знают, что при критике правительства, они быстро могут потерять свою работу. Мы видели это весь прошлый год, и во время коронавируса. Была группа актеров, во главе с Яном Йозефом Лиферсом, которая тогда высказывала критику в отношении коронаполитики, и после этого все они столкнулись с огромным штормом в их адрес. Частично они потеряли заказы, или даже некоторые из них потеряли свою работу. Именно поэтому практически нет никого из общественных личностей, кто громко высказывал бы критику в адрес политиков, или нашего правительства, потому что ясно, никто не хочет потерять свою работу. Только в социальных сетях горячо, и конечно же у нас в Ютубе. Но теперь, мои дорогие зрители, первая звезда шоу, вышла из укрытия, и критикует наших политиков, и наше правительство, на публичном телевидении, перед миллионной аудиторией. У знаменитого немецкого телеведущего, Томаса Гатшалька, вчера, была последняя передача «Верьте, или нет», и после этого, он ушел на пенсию. Таким образом, он еще раз в своей передаче, очень хорошо разобрался с правительством, и поэтому посмотрите следующий отрывок. Спуск вниз по склону, даже в Швейцарии, происходит сам по себе. И нам нужна помощь политиков в Германии, чтобы идти, и спускаться вниз по склону. Итак, это действительно круто, что говорит Гатшальк. К сожалению, это было немного непонятно, поэтому я объясню это еще раз. Гатшальк сказал, нам нужна помощь политиков, чтобы Германия катилась вниз. Мне кажется, что он действительно круто сказал, и дал этому определение, и после этого, конечно же, в зале раздались громкие аплодисменты, и я могу заявить, что это было справедливо, и точно сказано, согласны? По-видимому, Гатшальк затронул нерв общественности, и высказывает то, что никто не решается сказать. А еще раньше, этот же Гатшальк сказал следующее, на этот раз я спокойнее, чем когда-либо, потому что они не могут меня больше уволить, так как я иду на пенсию. Действительно здесь можно с ним согласиться, это было его последнее выступление, и сейчас можно увидеть, как обстоят дела с свободой слова в Германии. По-видимому, вы можете открыто и спокойно говорить только тогда, когда вам больше не нужно беспокоиться о своей работе. И это, мои дорогие зрители, говорит о многом. Поэтому нам с вами повезло, что мы можем создавать видео здесь, на YouTube, мы не вещаем на центральном немецком телевидении, например, о РД. И как видите, YouTube остается той открытой платформой, где каждый может высказывать свое мнение, не только в эфирах, но и в комментариях. И это сильно контрастирует с общественными СМИ. Вы видите, как мы независимы ни от какого-либо телеканала, которые в основном поддерживаются правительством, нам не платит правительство, и соответственно не могут просто так взять и выкинуть нас из программы при избыточной критике правительства. И это, мои дорогие зрители, вчера не была единственная критика Томаса Гатшалька, потому что кроме политиков, он также массово критикует АРД и ЗДФ. Посмотрите сюда. Естественно, меня часто спрашивали, почему ты уходишь. Существует в основном две причины. Это не мое физическое или умственное состояние. Нет. А причины следующие. Во-первых, проблема заключается в том, что с каждым днем, мне приходится объявлять гостей, которых я оказывается, и не знаю. Раньше я гостей знал, и все было хорошо. Но я сейчас спрашиваю, а где, например, София Лорен, а мне говорят, она не может больше приходить. Ведь это глупо. Таким образом, это бессмысленно, если бы мне в дальнейшем пришлось объявлять гостей, которые приходят ко мне на диван, но я их совсем не знаю, кто они такие. И вторая причина, конечно же в том, что я, и мне действительно нужно это сказать, всегда говорил в эфире то, что я говорил, и дома. Но сейчас я разговариваю дома по-другому, чем на телевидении, и это тоже не очень хорошее развитие. И прежде чем какой-то отчаянный режиссер побежит туда-сюда и скажет, ты снова натворил шумихи, я скажу, лучше я вообще ничего не буду говорить. Блин, это действительно уже далеко зашло. Гатшальк говорит, что теперь он говорит дома по-другому, чем на телевидении, и если бы он говорил откровенно в эфире, то вызывал бы у режиссеров негодование одно за другим. И это, мои дорогие зрители, действительно шокирует. По-видимому, в телевидении Гатшальку не разрешают говорить то, что ему хочется, а руководители программ постоянно говорят ему, что ему разрешено говорить, а что нет. И именно поэтому он теперь заканчивает со своей программой? Нет слов, вы видите, что происходит? Это действительно шокирующий взгляд на цензуру наших государственных СМИ, и по-видимому, это только верхушка айсберга. И точно так же обстоит дело с политиком Гитой Конеман. Она недавно достаточно сильно высмеяла партии Светофора и банановое министерство Хабика на ЗДФ. Но и ЗДФ, и АРД, все равно это показали. Они не вырезали это, на самом деле я думал, что на АРД и ЗДФ подобные резкие слова никогда не прозвучат. И поэтому раз уже этот сюжет все-таки вышел, давайте посмотрим на следующий отрывок из Феникс, который, как я уже сказал, относится к АРД и ЗДФ. С моей точки зрения, это одна из самых глупых энергетических политик в мире, так считает и весь остальной мир. Потому что это нам добавляет проблем. Зарубежные страны, Европа, а также важные союзники, теперь смотрят на Германию с изумлением, потому что у них должно сложиться впечатление, что ключевое министерство по экономике ведет себя как министерство бананов. Как вам такое, что о нас думают? Круто! У нас оказывается банановое министерство Роберта Хабика, а что здесь еще можно сказать? Да то, что Хабик делает там, в министерстве экономики, и действительно создает самую глупую энергетическую политику в мире. Мы закрываем наши атомные электростанции, самый чистый источник энергии, и заменяем их на жиженный дорогой газ из Америки, который даже вдвое грязнее нашего угля. Подумайте об этом, и к тому же он в 8 раз дороже. И поэтому у нас теперь не только самая дорогая энергия в Европе, но и самая грязная энергия в Европе. И все это только из-за министра от зеленых. И у меня к вам вопрос. А действительно они там зеленые? А ответ очевиден. Эти зеленые, показывают своими действиями, что они абсолютно ничего не имеют общего с экологией. И именно поэтому нам теперь действительно нужно бороться всеми средствами, против зеленых, и вообще всех старых партий. И к этому должны присоединиться люди общественной жизни, также спортсмены, актеры, комики, бизнесмены, и так далее. Это должно дойти до каждого уголка нашей республики, и каждого индивидуального гражданина. Посмотрим, как пройдет голосование в 2025 году, и какой будет новый расклад. Если левый вылетит, и зеленый опустится, то эти голоса перекочуют к новым партиям. В общем, журналисту Томасу Гадшальку благодарность за его работу, респект и уважуха ему за то, что он в своем последнем эфире сделал первый шаг и назвал наше правительство тем, кем оно является, а именно полной катастрофой. А что вы думаете о нашем правительстве и о Шольце, Хабике, Бербак? Напишите мне свое мнение, в комментариях под видео, я вам желаю отличного настроения, и до свидания.